Рекомендую посетить очень интересный и увлекательный канал ТОП ШОУ. Там вас ждут интригующие и познавательные ролики с приятным голосом. Заходи и подписывайся, ссылка в описании. Фобии. Это далеко не шутки, а вполне себе серьезное психическое заболевание, от которого порой гибнут люди. Давайте разберем 10 фобий, способных нас убить. Ятрофобия. Как и любая фобия, ятрофобия обычно является результатом когда-либо имевших место чрезвычайных по силе негативных эмоций, связанных с объектом фобии – врачом. Это может быть следствие как собственного негативного опыта общения индивида с врачами, затронувших индивида врачебных ошибок, так и следствием газетных публикаций, слухов и так далее. Иногда ей страдают сами врачи, насмотревшись на работе на беспечных и безразличных коллег. Узнать ятрофоба не так сложно. Эти люди всегда в поисках рецептов народной медицины, лекарств, проверенных знакомыми и друзьями. Они предпочитают лечиться самостоятельно. Гелиофобия. Патология связана с боязнью солнца и его лучей. Обычно является следствием страха перед другими заболеваниями, например, перед раком кожи. Иногда патология возникает после заболевания глаз, которые, в свою очередь, очень остро реагируют на яркий свет. Гелиофобия заставляет людей находиться в закрытом помещении, поэтому часто у больных замечается нехватка витамина D. Сомнифобия. Это боязнь сна. Людям, страдающим от данного психического расстройства, страшно засыпать. Фобия часто встречается у маленьких детей, но порой сомнифобия одолевает и взрослых. С возрастом большинство людей полностью от нее излечиваются. По некоторым данным, ей был подвержен даже сам Сталин. Тому могут быть разные причины. Непереносимость кошмаров, чувство беспомощности или боязнь быть похороненным заживо, как это было у Гоголя. Рипофобия. Стремление к чистоте в своем жилище во все времена считалось чертой положительной. Но если человек буквально помешан в идеальном порядке и стремится подвергнуть стерилизации и дезинфекции все, что только возможно, то специалисты утверждают, что это уже психическое заболевание, которое называется рипофобией. Трипанофобия. У многих людей, родившихся во времена СССР, имеется особая колючая тревога. Боязнь уколов, инъекций и шприцов. У некоторых данный иррациональный страх становится интенсивным, постоянным, не поддается пониманию и логичному объяснению. Сопровождается приступами панических атак, принимая форму тревожного расстройства. Панический страх уколов может быть для страдающих данной фобией достаточно опасным. Боязнь формирует у больных поведение избегания, не позволяет своевременно обращаться за медицинской помощью, даже в жизненно необходимых ситуациях. Мизофобия. Навязчивый страх загрязнения либо заражения, стремление избежать соприкосновения с окружающими предметами. Человека, который испытывает подобный страх, называют мизофобом. Мизофобией долгое время считался синдром навязчивых состояний постоянного мытья рук. Однако Гарри Стэк Салливан, американский психолог и психоаналитик, отмечал, что хотя и страх перед грязью лежит в основе проявления этого синдрома, в этот момент человек думает не о микробах, а лишь о том, что его руки должны быть чистыми. Леканофобия. Психическое расстройство, связанное с болезнью овощей, неприятию их. У людей, страдающей лаканофобией, при одном только виде овощей, фруктов и ягод, ощущение их запаха может начаться тошнота и учащенное дыхание. Тем более, такие люди не едят овощи и фрукты. Некоторые не будут есть другой продукт, если рядом с ним лежал овощ и особенно прикасался к нему. Цибофобия. Одна из, так сказать, противоестественных фобий. Очень редко имеет корни в детстве. Как правило, наступает в результате какого-то события, а чаще на фоне психического расстройства у вполне взрослых людей. В редких случаях какой-то несчастный случай, связанный с едой. Например, кушал человек и вдруг подавился и чуть не умер. Психика отыграла в ситуацию еда-зло, и человек натурально начинает бояться есть. В отличие от многих других, эта фобия очень быстро приводит к серьезным проблемам со здоровьем и к летальному исходу. Облютофобия. Специфичная фобия, заключающаяся в многократном и рациональном, назойливом ужасе перед купанием, стиркой или же чисткой. Облютофобия в большинстве случаев почаще встречается у детей и женщин, чем у мужчин. У человека появляется неизменное чувство ужаса, связанное с водой. Это не только страх больших водоемов, а просто опасение воды. Психическое расстройство человека, основанное на неукротимом и рациональном страхе любых событий, движений, изменений в окружающей среде, вызванных как самим больным, так и окружающими. Пантофобия – одна из самых редких фобий и в то же время самых тяжелых психических расстройств. Страх всего или боязнь всего вокруг себя – феномен, официально зарегистрированный всего лишь у нескольких тысяч пациентов за всю историю психиатрических исследований. На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком и подпиской на канал. Хорошего всем настроения и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok